Всем привет! Сегодня вас ждет видео о Тарагоне, как туда доехать, что там делать и как, соответственно, приехать обратно. Смотрите, из Салоу в Тарагон автобусы ходят часто, в будни, в особенности в выходные, конечно, пореже. Вы используете либо карточку Т10, для туристов требуется только Т10, другие не смотрите. Там, соответственно, один проезд будет стоить евро 20. Если вы оплачиваете на месте водителю, ну, то есть деньгами просто, то, соответственно, у вас проезд будет варьироваться в зависимости от того, откуда вы едете, но в среднем он стоит 2,5 евро. Ну, то есть карточку использовать гораздо дешевле. Приходите, покупаете в любом офисе Бюстплана здесь, в Салоу, ну, либо в Ляпенеде, в Камбрильсе, где вы живете, вообще не важно. И уже потом используете, оплачиваете ей свои проезды. Вот, проезды по всей территории, то есть там до Камбрильса, до Реуса и так далее, это все можно. Причем этой карточкой можно пользоваться всей семьей. То есть она не именная, и ей можно пропикивать несколько подряд проходов. Вот так вот. Вот так стандартно выглядят остановки в Салоу. То есть обозначение на полу и стойка. Все, никаких павильонок, ничего подобного в Салоу нет. Если вы увидели такое обозначение, это остановка, которая вам нужна. Все автобусы в Тарагону прибывают исключительно на автовоктал. Так что вы можете не волноваться, не пытаться найти остановку. Все прибывают только вот в это место. И дочка. Вы приезжаете в Тарагон именно сюда. Чтобы купить обратные билеты, вам необходимо обратиться либо вот в эту кассу, либо если у вас есть карточки, вот сюда. Туристы чаще всего приезжают в Тарагону в двух случаях. Либо погулять, посмотреть на старый город, либо пройтись по магазинам. Пройтись по магазинам, самый популярный торговый центр, который нужен туристам, это город Инглес, который находится в лишней доступности от автовокзала. Второй магазин более простенький. Это парк Централь. Он находится в противоположной стороне. Это вам нужно выйти из автовокзала не сзади, а спереди и пройти прямо. А погулять вы ходите из автовокзала и прямиком по Центральной улице Рамбла-Нова, либо по Рамбла-Велла, вперед к старому городу. Впереди вы видите статую. Это Центральная улица Рамбла-Нова. Статуя посвящена национальному, я даже не знаю, мероприятию, которое проводится в Каталонии. Это строительство человеческих башен. Башня называется Кастельс. Здесь, соответственно, строят мужчины, женщины и дети под музыку. Очень классное, кстати, времяпрепровождение. Посмотреть стоит, это очень интересно. Внизу самые сильные мужчины. Соответственно, они собираются в башню. И сверху собирается ребенок, который должен переползти, поднять руку, подтвердить, что башня закрыта. И уползти обратно, и башня должна разобраться. Если башня развалилась, то, получается, она считается несобранной. А вот это люди, которые подыгрывают во время строительства башни. То есть, в принципе, это достаточно интересно, и это однозначно необычно. Идем дальше по улице. Вот, кстати, вот, обратите внимание, граффити. Вот так вот выглядит непосредственно это во время праздников. Вот так вот. Далее здесь находится фонтан Столетия или фонтан Четырех Континентов. Почему Четырех Континентов? Потому что четыре фигуры, которые изображают север-юг, запад и восток. Он был... Вы ученили в 90-е годы, но внешность он свою не менял, этот фонтан. Неоднозначное мнение у местных жителей. Кому-то он нравится, кому-то нет. Но в целом туристам, конечно, он кажется привлекательным. Далее у нас статуя матери Драгона, которая поддерживает своих детей. Вот, тоже неоднозначное мнение по поводу этой статуи, потому что, ну, якобы, выглядит она странно. Но на самом деле, как мне кажется, вполне себе нормально она выглядит и передает, собственно, весь смысл, который художник-скульптор вкладывал в нее. И вот так вот прямо-прямо вы выйдете на балкон Медитаряне. И к морю. Мы на главной точке. Сейчас подойдем, посмотрим на балкон. Здесь шикарное мороженое. Не испанское, кстати, итальянское. Ну, просто реально шикарно. Работают они только в сезон, к сожалению. Но вот, если будете в сезон, попробовать очень стоит. Значит, смотрите. Вправо у нас порт. И влево у нас, если идти туда, у нас уже там будет старый. И еще в центре такой странный фонтанчик. Мальчик душит гуся. Честно говоря, я не узнавала, что это означает, но выглядит это странненько. А дальше вы можете прогуляться вот так вот вдоль и выйти на улицу Рамбоуэлла или дальше сразу непосредственно идти в старый город. Я вам сейчас покажу, что у нас интересного. А, здесь у нас будет амфитят. Вид сверху очень красивый. Но, кстати, на территорию вы можете зайти, естественно. Только нужно смотреть по графику, когда он работает, когда не работает. Там платный вход. Здесь вообще, кстати, интересный музей. Вот, по истории Тарагоны. То, что история у города очень-очень древняя. Вот, и достаточно трагичная. Так что это очень интересно. А вот, прямо-прямо, это старый город уже. То есть мы туда и пойдем, скорее всего, сейчас. Ну, может быть, чуть потом, но все равно я вам все это покажу. Вот он, римский амфитеатр Тарагоны. Встретивство его, я бы, стал со второго века. Здесь проводились гладиаторские бои, казни, бои с животными и так далее. Он находился как раз, как вы видите, рядом с морем для того, чтобы поставлять помои животных и заключенных туда. На территорию была церковь, которая была разрушена и уцелела статуя там Дева Мария. Она сейчас в музее Тарагона находится. Но, в принципе, как вы можете понять, он, в принципе, неплохо сохранился. Поэтому на его территорию людей запускают. По определенным местам там можно погулять, посмотреть. Но, в принципе, вы можете его просто пройтись и посмотреть все это, не заходя внутрь. Потому что все как на ладони, как вы видите. А вот он, амфитеатр, немножко с другой стороны. И, соответственно, здесь парк и кафешка. Парк свободный доступ. Сбоку можно спуститься, а уже в амфитеатр только плотно войти. А еще по Тарагоне ходит вот такой паровозик. Видите, впереди в самом стаиле. Вот, 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 вот. Это паровозик, который показывает достопримечательности Тарагона. Так что, если хочется, можете на нем прокатиться. Сейчас мы заходим в старый город. Правда, не как все нормальные люди через центр. Мы, как обычно, заходим, в общем, с боков. Так как мы тут уже не один раз были, наверное, не один десяток раз, то нам интересно заходить там, где мы никогда не были, не заходили. На самом деле мы везде заходили. Это музей. Вот, его посещение, ну, вообще обязательно. Потому что там вам расскажут о истории Тарагоны. Там есть подземелья, там есть остатки старой Тарагоны. Это действительно очень интересно. Потому что мы прям непосредственно сейчас заходим в старый город. А старый город – это то, что было изначально. То есть здесь старые дома, здесь остатки того, что было построено. И, ну, соответственно, музеи. И очень-очень интересные улочки. Сами увидите. Территория старого города. Такие необычные домики, узкие улицы, церкви. И вот музей притерии. Самый основной, самый большой. По факту музей. Вот. Ну, наверное, мы тоже сейчас сходим. Посмотрим расписание его. Но мне кажется, нужно идти вниз. Если я не ошибаюсь. В музей истории Тарагоны вход оказывается теперь только через цирк. Соответственно, нужно спуститься вниз. Там единственный вход. И всю территорию вы обойдете. И потом выйдете уже на притерии. До этого, три года назад, два было входа. Сейчас они, видимо, решили ограничить вхождение. Насколько я помню, портовентурские карточки дают право бесплатного входа. Вот мы сейчас это и проверим как раз. Вот она территория цирка. И вот так вот он выглядит сейчас. Вот так вот он выглядел в то время. Был построен примерно во втором веке. Но, кстати, до этого здесь везде пускали. Сейчас, видите, только по дорожкам можно ходить и больше никуда. А здесь точка этих строительства башен, где они тренируются. Вот одной из этих коллективов. Коллективов здесь много в Тарагоне. Очень много коллективов, которые занимаются строительством башен. Потому что это очень популярная, очень престижная вещь. А вход в цирк Рома находится сбоку. То есть вот мы проходим внешнюю часть. И вот дорожка идет на вход. Итак, по этим карточкам вход бесплатный. Ну и вообще-то дети, по-моему, до 12 лет тоже вход бесплатный. Вот, пожалуйста, мы находимся сверху. То, что вы только что видели снизу. Вот. Это сверху. Сразу прошу прощения, я местами могу ошибаться. Смотрите. 14 век. Основное строительство было в 14 веке. Вот так вот это все выглядело. Вот мы на территории, собственно, вот этой вот гуляем. Мы направляемся в башню притории. Это все оригинальная кладка. Там еще вдалеке есть подземелья, то есть подземные сооружения, которые сохраняются. Они не все достаточно раскопаны, поэтому не везде пускают. Вот вы, как вы можете заметить, вот такого типа. Здесь уже где-то, вот-вот-вот, видите, вдаль. То есть там уже, там закрыто. У нас здесь открыто, и здесь выставлены некоторые, скажем так, части стен, которые сохранились до наших времен. Трогать их, естественно, нельзя. Здесь есть информация. Информация есть на французском, на английском, на испанском. То есть, в принципе, все почитать можно. Потому что это действительно очень интересно. Цирк в том плане, что здесь проходили гоники на колесницах. В этом плане это был цирк. То есть вот как это выглядело. Вот серьезно, будете в Тарагоне, обязательно сходите в музей истории Тарагона. Обязательно. То есть притории, цирк, вот это все, оно того стоит. Вот, потратьте хотя бы часик и посетите его. Обратите внимание, прикольно. То есть мы на территории сейчас непосредственно музея, а вот у людей квартиры. А в старых домах они выходят, собственно, прямо окнами на музей. Ну, вообще здесь ничего в этом необычного нет, потому что в старом городе вообще жить очень специфично. Я, как мы будем по старому городу гулять, я вот пару домов выцеплю, примерно расскажу, как там выглядит внутри. Потому что для туристов, кстати, если вот вы в Тарагоне остановитесь, очень советую туристам вообще брать старый город. Он классный для проживания. Но мусор там выкинуть негде, магазинов больших там нет. И общественный транспорт в старый город непосредственно не заезжает. Но это как бы такие нюансы, зато это очень прикольно с точки зрения вот именно пожить. Так, мы опять заходим. Видите, осторожно, здесь камнепад. То есть здесь вот везде можно пролазить. Аккуратно, но можно. Посмотрите, как здорово тут все и необычно. Самая большая прочищенная как бы дорога, 93 метра, содержит эта территория под улицей, где производилась хозяйственная деятельность. Вот, то есть тут все дорожки, все проходы, вот такие вот темные. И, соответственно, здесь ходили люди, чтобы и работали, и имели выход на территорию цирка и так далее. Здесь обычно фильмы показывают о истории, но, видимо, сейчас почему-то он не работает. Ну, вот вы видите, да, эти помещения. То есть вот это все как кладка историческая. Везде ходить можно, но написано, что осторожнее. Значит, ноги не повредите, потому что, естественно, на полу сам им видите. Кстати, вы видите лучше, чем я, потому что он подсвечивает. Вот. И здесь есть выход на открытую зону небольшой. Сейчас мы до него добежим. Не знаю, открыто или нет. Ну да, вот открыто. Смотрите, это территория, на которую могут быть со стороны. Можно будет посмотреть. Вот это выглядело вот тут. Сейчас вот. Это, собственно, здесь рассаживались люди, чтобы наблюдать за тем, что происходит. Непосредственно, ну, за бегом на колеснеицах и так далее. То есть люди здесь высаживались. Мы добрались на башню притория пешочком. Ну, тут лифт вообще как бы есть, но, видимо, не для всех. Вот. Так что пешочком сюда подниматься. Башня притория. Изначально это была часть провинциального форума. Вот. Изначально для чего она строилась, не очень понятно было. А потом здесь был сначала военный склад. Затем здесь были расквартированы военные. Потом Франция здесь находилась. Потом это все чистилось, приводилось в порядок уже в современном мире. И, соответственно, сейчас это повладение музея Драгоны. И можно туда подняться, посмотреть. Это высшая точка, по факту, сейчас старого города. Я имею в виду с точки зрения именно башни. Вот. Вот на верхнем этаже расположен макет древнего Тарака. В центре это кафедральный собор. И посмотрите, какие они шикарные. Из окон шикарный вид открывается на город. Но его можно особо не смотреть, потому что можно выйти и посмотреть это все снаружи. Вышли наружу и вот здесь вот можно походить. Пройти внутрь башни, да, и все это посмотреть. Вышли сначала здесь прогуляемся, а потом пойдем внутрь башни. Посмотрите. Вид на старую Дарагону. На море. В общем, здесь можно увидеть все. Это очень красиво. Там церковь расположена. Пойдем на самый верх башни. Идет пускай лестницы. Да, если вы идете вверх, вы должны пропустить, в общем, тех, кто спускается, потому что здесь не разойтись вообще никак. И вот он, шикарный вид на старую Дарагону. Там, где показываются башни из людей. Около этого здания. Около центральной площади, да. Здесь мы видим кафедральный собор. Здесь мы видим церковь XVIII век, церковь XIII век. В общем, вот она вся историческая часть. Но также с таким успехом мы можем посмотреть. Здесь по кругу можно пройти. Соответственно, мы можем увидеть не только старую Дарагону, но и новую Дарагону. А еще также здесь расписано, где какая церковь находится, какой век. Вообще, что здесь интересно. Обратите внимание на дома. Где живут люди. Смотрите, это исторический центр. Видите, у многих балкончики. Они как бы либо на крыше, либо вот так вот выглядят специфично. И у людей там полноценное место, где можно поужинать, загорать. И вот таких балкончиков море. Видите, вот они все какие интересненькие. Балконы действительно просто шикарные. Но минус старого города очень большой то, что окна в окна. То есть тут вот прям реально окна в окна. Можно соль передавать из одного дома в другой. А здесь вы уже видите амфитеатр и море. Ну шикарно же видите. Ну согласитесь. Мы спустили сверху. И вот он выход. То есть вход в одном месте, выход теперь в другом. И дальше вперед старый город. Вот он исторический центр. Здесь куча жилого. Куча под ремонт. Тут также музей, кафешки, ресторанчики. Ну на самом деле это же исторический, конечно же, центр. Здесь очень много туристов. Но здесь и много местных живут. Хотя в сезон, как мне кажется, жизнь здесь достаточно тяжело. Потому что здесь постоянно шум гам. Здесь проходят в центре все мероприятия, которые праздники. Все праздники, они идут через центр. А поверьте, в Успании праздники очень шумные. Очередная часть старого Тарака. Стена. Вот видите, как это плавно встроено в город современный. То есть там кусочек исторический, там кусочек исторический. Мы сейчас напрямую выйдем к кафедральному собору. И пойдем на главную площадь, где находится мэрия. И там уже, наверное, пойдем домой, потому что устали. Но в целом, естественно, это не вся Тарагона. То есть в дальнейшем потом, если повезет, если мы сюда еще подъедем. А мы сюда, скорее всего, приедем. Вот, я покажу вам еще что-то интересное. В Тарагоне очень много всего интересного за один день. Но, с моей точки зрения, вы все не обойдете. Кстати, кстати, кстати. Видите, вот мы идем, здесь такие арки. Здесь был рынок древний. Вот на этой территории. И я слышу странные звуки и вижу людей в странных костюмах. Видите? Вот этот белый низ и либо красный, либо синий, либо зеленые вверхи. Это Кастельс, человеческий башня. И я смотрю, здесь что-то происходит. Вот. Кафедральный собор центральной Тарагоны. И, видимо, здесь что-то интересное. Скорее начнете. Очевидно, здесь будет какое-то соревнование команд. Но это будет не сейчас. Я просто хотела чуть-чуть рассказать. Видите, здесь и дети, и взрослые участвуют. Я бы хотела рассказать. Смотрите, у них у всех белые брюки. И цвет футболки – это цвет их школы. Значит, дальше у них обязательно есть такие на шее воротнички, которые одеваются. Они мужчины их закусывают, когда на них собирается вся команда. И у них у всех пояса. Пояса нужны для поддержки. Потому что за пояса они фиксируют друг друга, цепляют. И пояса, плюс еще держат, естественно, талию. Потому что мужчины снизу, на них все становятся. Это очень тяжело. Видите, это реально очень популярная тема. Но мы сегодня, наверное, смотреть не будем. Мы пойдем на выркат. По этой крутой улочке мы подходим к одному самому известному дому в Старой Таргоне. Это называется дом с обманом фасадом. Был совершенно непримечательный обычный дом. Но в 1995 году местный художник решил его раскрасить, обновить, так сказать. И нарисовал традиционные каталанские характеры. Себя, кстати, женой он изобразил на третьем этаже. Самый популярный дом Старой Тарагоны. Народ там фотографируется. В общем, интересуются этим домом. Тоже не проходите мимо, посмотрите обязательно. Ну, а дальше уже сам город. Кстати, вы тоже обратите внимание, что не все дома в супер хорошем состоянии. То есть вот мы сейчас по центральной улице идем этого района. Соответственно, здесь выглядит все более-менее неплохо. Хотя вот тоже, видите, вот там вот тоже ничего не работает. А если вглубь идти, то там и развалины, и есть промежутки, где дома еще не построены. Точнее, старо-снесены, новые еще не построены. Потому что они пытаются вписаться. А вот смотрите, вот это проемы между домами. То есть вы видите, да, расстояние какое между окнами. То есть тут видок иногда весьма специфичный. То есть старый город этим и интересен, что он необычен совершенно для нас. А напрямую мы сейчас уходим к мэрии Тарагоны. Это их главная площадь. Либертад Пресес Политикс. Вот, это мэрия. Это главная площадь Тарагоны. По правую и левую стороны здесь всегда кафе. И вот центр. Но там, кстати, еще находится какая-то большая скульптура на территории. Вот это вот, что это, как это назвать, мэрия или... Там и мэрия, и полиция. В общем, вот этого здания большого. Но сейчас она закрыта на ремонт. Так-то вообще туда можно... А, да, кстати. Это все. Подземная парковка. То есть здесь территория весьма здорово используется. Исторический город заканчивается. И мы выходим уже, собственно, непосредственно в саму Тарагону. Опять же, Тарагона это бешеное количество кафешек, ресторанчиков. Ценник у всех плюс-минус одинаковый. Ну, здесь, конечно, супер крутые рестораны. Но в основном плюс-минус все одно и то же. Куча церквей. Куча Этарамблавелла. Тут же находится детская больница. Ну, и вот так выглядит весь город. На сегодня мы свое путешествие закончили. Вот площадь прямо перед Биджане. Прямо перед автовокзалом Тарагоны. Вот отель. Это как раз и есть автовокзал Тарагоны. Посмотрите, какие интересные барельефы. С одной и со второй стороны. Все. Вот вы решили возвращаться в Сололу. Вам на автовокзал. На верхнюю станцию. И ждать автобус. Вам нужен либо четверка, либо 74-й, либо 88-й, если вы готовы приехать в Сололу-центр, но не в туристический Сололу, а именно в городской. Вот подходим на верхнюю площадку. Идем, покупаем либо билет, либо пополняем свою карточку. И ждем соответствующий автобус. Чаще всего это 7-й, 8-й, 6-й. В этом районе где-то точка отъезда этих автобусов. Еще можно посмотреть на табло внутри. Хотелось бы еще дополнить, что вам также подойдет автобус номер 5. Мы на него как раз сели. Всем пока. До скорых встреч.